всем привет с вами кат и сегодня я буду ругаться причем матом я это делаю очень люблю на самом деле по-английски немножко больше чем по-русски и иногда это не совсем уместно например если вокруг дети там родители чьи-то или вот я на радио работаю там тоже матом ругаться нельзя иногда очень надо иногда очень хочется вот как это сделать чтобы не наступить на мину что называется есть слова замены во-первых а матерные слова называются свой и вэдс или кэс вэдс или просто свой инкс а еще есть выражение которое терпеть не могу меня знакомый мне все время говорит из сочи по тимаус по тимаус это как раз человек который грязно ругается ругается матом начнем с простого слова щит или слова как например в приличном обществе иногда говорить неуместно поэтому это можно заменить таким немножко детским выражением можно сказать чуть-чуть instead of shit или щега у меня есть знакомая который все время говорит например ударилась там коленка об стол щега и думаешь какой же щега я же точно знаю что ты хочешь сказать а еще можно получать заменить на очень смешное мне нравится holy guacamole или holy cow вот так можно сказать смысл понятия но зато вы не поругались матом son of a bitch как ни странно очень часто используется и люди уже как перестали воспринимать это как ругательство но тем не менее это она поэтому битч можно заменить на gun son of a gun это такое оно немножко устаревшее выражение например нас на радио сейчас играет трек где есть фраза i'm a lucky son of a gun вот так можно заменить ну и любимое всем слово на буквы f слова фак которая по английский звучит не так страшно как по-русски если хочется сказать его отдельно по той же аналогии shit мы заменяем на шугар фак мы заменяем на фадж фадж это вообще такая конфетка она карамельная чем-то на коровку похоже я мы дальше если нам нужно добавить эмоциональной окраски и мы говорим так вас fucking awesome тяжеловато да вот fucking можно заменить на freaking или flipping например are you freaking kidding me или it was flipping amazing вот так заменяем дальше есть у нас в русском языке очень много выражений на тему ох ты ж ежик ядрить колотить йок макарек вот это все по-английски выражается for fuck's sake опять же слово fuck не всегда уместно вот здесь можно заменить вариантов много назовут только несколько например можно сказать for goodness sake это такое знаешь от такой old lady будет исходить for goodness sake for god's sake for christ's sake for pete's sake я так поздреваю что пет это какой-то из апостолов тоже какая-то религиозная тема которой я не сильно владею не купить но так говорят в американских особенно фильмах и книжках дальше иногда очень остро встает такой вопрос который звучит он дафак какого хрена мы наверное переведем на русский язык его можно заменить на вода hell но hell тоже иногда воспринимается как тяжелое не эфирное ругательное слово вот его можно заменить на хэк то есть вот до хэк или вместо того чтобы сказать факт я ты говоришь хэк я вот наверное не знаю слышали не слышали но точно говорят такое слово дм на самом деле тоже ругательная и его в его можно заменить на слово да она употребляется не очень часто но такое немножко тоже устаревшая и я услышал только в американских каких-то фильмах очень там из восьмидесятых семидесятых вот из этой серии то есть можно сказать а мтю дон бейз район серов а тудем пейзвай ну и конечно есть необходимость иногда обозначить человека каким-то ругательным словом особенно за глаза да чтобы не говорить дик хэд это все ругательные слова их можно заменить на немножко более нейтральное но смысл передает на идиот ну собственно надеюсь что вам не очень часто придется в жизни употреблять эти знания но если вдруг понадобится то заменяйте матерные слова на более легкие и всем спасибо пока а